Повесть временных лет И увидел его Олег и спросил своих, кто это И ответили ему, свинельнич И напав, убил его Олег, так как и сам охотился там же И поднялась от того ненависть между Ярополком и Олегом И постоянно подговаривал свинель Ярополка, стремясь отомстить за сына своего Пойди на своего брата и захвати волость его В год 977-й пошел Ярополк на брата своего Олега в деревскую землю И вышел против него Олег, и исполчились обе стороны И в начавшейся битве победил Ярополк Олега Олег же со своими воинами побежал в город, называемый Авруч А через ров городским воротом был перекинут мост И люди, тесняясь на нем, сталкивали друг друга вниз И столкнули Олега с моста в ров Много людей падало, и кони давили людей Ярополк, войдя в город Олегов, захватил власть И послал искать своего брата И искали его, но не нашли И сказал один древлянин Видел я, как вчера спихнули его с моста И послал Ярополк найти брата И вытаскивали трупы изо рва с утра и до полдня И нашли Олега под трупами Вынесли его и положили на ковре И пришел Ярополк, плакал над ним И сказал Свинельду Смотри, этого ты и хотел И похоронили Олега в поле у города Авруча И есть могила его у Авруча и до сего времени В те времена братья очень часто убивали друг друга в борьбе за власть Теперь Ярополк наследовал земли Олега Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok